Всем привет! Буквально несколько лет назад мы все упорно разрабатывали скрипты для наших сотрудников, по которым они должны были общаться с клиентами. Это позволяло обезопасить от возможных ошибок, сказать что-то лишнее, либо недосказать чего-то. Помните, нельзя было говорить слово «нет», «нельзя», «проблема» и так далее. Есть четкая инструкция, следуй ей и будет тебе счастье. Я думаю, что до сих пор есть компании, которые работают по скриптам. А что сейчас? Потребность персонализации настолько ярко выражена, что скриптам совершенно нет места в современном сервисе. Клиент хочет чувствовать внимание к себе, хочет чувствовать свою индивидуальность и незаменимость для нас, как для компании. И ни один, даже самый лучший скрипт не способен ему этого продемонстрировать. Поэтому поговорим о нешаблонном общении. Итак, что же такое нешаблонное общение? Уверена, что каждая компания трактует это понятие по-своему, близко к своему бизнесу. Однако между этими трактованиями есть что-то общее и объединяющее. Общение без шаблонов – это простое человеческое общение с клиентом, как с хорошим знакомым. Это искреннее желание помочь ему. Это поиск решений, которые удовлетворят любой запрос клиента и решат его задачу любого уровня сложности. Самое главное – давать возможность сотруднику импровизировать с клиентом. И дать ему нужные инструменты для того, чтобы он мог решить вопрос легко и быстро. Самая важная компетенция, которая поможет сотруднику быстро освоить навыки нешаблонного общения – это эмпатия. Она позволит прочувствовать ситуацию клиента, поставить себя на место клиента. Тогда сотруднику понятны мотивы, которые движут клиента, причины, почему он обращается, эмоции, которые он испытывает. И тогда гораздо легче с ними работать. А также, испытывая искреннее желание помочь клиенту, сотрудник готов свернуть в горы, найти самое лучшее решение, проработать самое сложное возражение и успокоить даже самого яростного клиента. Оценивая такой нешаблонный диалог, важно использовать максимально понятные маркеры, которые смогут оценить объективную реальность. Итак, какие же маркеры помогут оценить составляющие нешаблонного общения? 1. Простота общения с клиентом – это простой, понятный, человеческий язык, который мы используем при общении со своими знакомыми. Здесь должна полностью отсутствовать какая-то специфическая терминология, которая может только запутать клиента. 2. Это логика, последовательность и структурированность диалога. 3. Это вежливость, которая обязательно должна быть в каждом диалоге с клиентом. Если уместен юмор, уверенно его нужно использовать. 4. Искреннее желание помочь клиенту – это стопроцентная вовлеченность в диалог, это внимательность к клиенту и каждому слову, которое он говорит. 5. Это работа с его возражениями, работа с его эмоциями. В общем, все то, что поможет клиенту понять, что его вопрос важен для нас. 5. Решение вопроса клиента – это качественные уточняющие вопросы, которые помогут понять истинную потребность клиента. 6. Это действие, которое совершает сотрудник для того, чтобы в один контакт и максимально быстро решить проблему или вопрос клиента. 7. Это проактивность, когда сотрудник делает немного больше и действует на опережение. 8. Давайте проанализируем на примере конкретного диалога. В разговоре слышно, что Катя общается с клиентом, как со своим хорошим знакомым. Он ее приветствует точно так же. Она не использует каких-то сложных терминологий в работе с ним. Говорит очень просто, понятно и по-человечески. В местах, где это уместно, она даже использует юмор, и у клиента это откликается, ему это нравится. Что касается решения вопроса клиента, Катя не заставляет делать клиента самостоятельно какие-либо операции. Она сама предлагает ему сделать все за него. И эта проактивность, как слышно по его реакции, очень ему по душе. Как видите, не шаблонное общение – это и не сложно. Достаточно быть искренними и любить своих клиентов. И они ответят вам взаимностью, своей лояльностью и приверженностью к бренду. Пока! Рецепт продолжается.